Так, всем огромнейший привет. Да, скажи, мы почитали комментарии, скажи, почитали ваши комментарии, не в шоке, скажи. Какий вы далекий, да? В общем, я поставил запекать себе рыбку. Сегодня у меня на обед будет рыба. А вчера было видео, ну, там, где я ехал из Киева в Днепр, и хочу ответить на комментарии любопытных людей, потому что некоторые комментарии, это просто отап. Значит, с чего я начну? Первое, это то, что некоторые люди написали, боже мой, как так? Как он закончил колледж? Как он учился? Что они не учили группы крови? И тому подобное. Рассказывать для таких людей далеких, людей, которые не понимают. Смотрите, когда люди занимаются с преподавателями для того, чтобы сдать ННТ, проходит заново всю базу. То есть, если это математика, то заново она проходит математику. Если это биология, то проходит заново биологию. Поэтому для особо умных, которые не умеют пользоваться гуглом, или которые не понимают вообще, о чем я говорю, вот, чтобы вы понимали, что когда человек занимается с репетитором по биологии, они проходят заново все. Также изучают группы крови. То есть, даже если я эти группы крови учил, учил первую, вторую, третью, четвертую группу крови, и все остальное, то я заново их все, все это заново прохожу, потому что это база, понимаете? То есть, заново все люди проходят. Поэтому прежде чем умничать, гуглить и думайте. Так, Томасик, мы пойдем ездить, мы с вас только можем смеяться с Томасом, и поднять себе хорошие настроения. Так, показываю вам рыбу. Сделал рыбу, и сейчас хочу еще показать некоторые подарки, потому что я же не все подарки еще показал. Сейчас буду показывать, а вы готовитесь писать, обсередать, я жду. Томасик, зайчик, зайчик, им далеко до тебя. Так, сейчас покажу вам рыбу. Ооо, там у меня была, я перед тем, как ехал в Киев, ой, мама мия, что там? Тумана. У меня же рыбка была. Я ее поставил в морозилку, в общем, сделал вот такие две доради, я их вчера в Инстаграме их чистил. Две доради, не купил, вот, бачите, овощи обычно, ну, там, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, морковка, оно в пакетиках все продается. Все, замаринувал, и рыбка жарится. Это будет мой обед, прекраснейший обед, будет шикарный просто. А я иду доставать подарки, показывать вам подарочки. А что, в колледже их не учили, группы крови разные? Не учили? Короче, показываю сейчас вам подарки. Это, чтобы вы понимали, я еще занимаюсь стиркой, это я уже, наверное, пятую машинку запускаю, потому что у меня своих речей тоже очень много насобиралось. Так, показываю, потому что тут не каждый шабачек подарки. Кто-то, знаете, там возмущается и пишет, боже, что это такое, зачем показывать такие дорогие подарки, что это за жизнь, люди добрые. Я подарки не заказываю, я подарки не выпрашиваю. Если людям приятно подарить мне подарок, неважно, какой это будет брендовый подарок, не брендовый подарок, то почему бы мне и не взять эти подарки? Поэтому, когда вы такое пишете, для меня это какое-то большое, огромное удивление. Честно. Я очень люблю Гарика и Керри, я люблю к ним ездить. И я не люблю к ним ездить, потому что я еду к ним собирать подарки. Нет, конечно. Людям хочется, они подарили мне подарок. За это им огромное спасибо, Гарика и Керри. Мне действительно очень приятно. Просто я не все подарки сразу показываю. Теперь вы, вот я вам покажу, смотрите, Карл Лагерфельд. Кстати, спасибо огромное, были некоторые мои зрители, которые писали, что я неправильно произношу. И я говорил Лагерфельд, а на самом деле Лагерфельд. Вот такая вот коробочка, и тут носки вот такие классные. Как там казалось, икона стиля Карлуша. Вот видите, вот такие вот носочки. Я сейчас вам один носок возьму, покажу. Классные носки, мне нравятся очень. Ну, я их буду берегти, потому что я их буду носить весной. Знаете, носки это расходный материал, к ним надо бережно относиться. Вот такие вот носочки. Карл Лагерфельд, балденный. Кстати, классная такая, вот видите, вышивочка. Прикольные белые, серые, по-моему, и черные есть. Спасибо, Гаррики Керри огромные. Сейчас я их поставлю обратно. И знаете, что еще? Я не знаю, были. У меня это первые носки такие. У меня еще таких носков не было. Карл Лагерфельд. Ну, вообще, дорогих носков, потому что, понятно, что на дешевые носки. Но, когда открываешь вот эту коробочку, я не знаю, напишите вы, у кого из вас были такие носки, они пахнут. И пахнут так приятно. Я не знаю, чем они специально пшикают сюда, каким-то одеколоном вовнутрь. Ну, запах вообще бомбезный, бомбезный. Спасибо, Гаррику и Керри. Привет вам огромный. Гаррики Керри, если вы читаете комментарии, некоторые люди пишут на вас гадости, просто не обращайте внимания. Понимаете? Это просто, я не знаю, сказать, что люди завидуют, это ничего не сказать, потому что понятно, что зависть присутствует. Но в любом случае, большое вам сердечко. Спасибо огромное. Вы выше всех и не обращайте абсолютно внимания. А подарки я люблю. Спасибо. Сейчас покажу. Еще ли все? Так, Керри мне еще подарила. Кстати, я только приехал, и Керри говорит, я тебе купила классный подарочек. Это, я его потом отдельно на него сниму, обзор. Это такой вот мини-принтер. Хонемо фирма. Я не знаю, я еще его не открывал. Вот вам видно. О, смотрите. Такой маленький принтерок. К нему идет бумага. Видите? Видно бумажку. Такие, ну, тут внутри такие, как рулончики, я так понял. Их можно потом будет подкупать. Вот видите, рулоны, которые, я не знаю, вставляются, наверное, сюда внутрь. Вот. И получается, он цветным тоже печатает. И через телефон ты можешь себе там печатать, я не знаю, картинки, либо же какие-то названия. Кстати, это очень удобно, классно. Спасибо, Керри Велике. Я такое люблю. Кого такое было, напишите. Хорошо, это просто пакетик с брокарда, чтобы вы не думали, что это люди в брокарде купляли. Да, потому что подумаешь, что в брокарде купляли. Так. Еще вот такой вот подарок от Гарика с Керри. Это Гарик мне в брокарде уже покупал. Ну, это такая вот косметика. Сейчас, может, тоже неправильно скажу. Смотрите, Шесейдо. Сейчас я... Потому что плохо видно. Сейчас я скручу, я это... уже богатый смысл. Не видно сейчас. Они же тут супер-пупер навороченный. О! Вот так лучше. Смотрите. Такая вот косметика Шесейдо. Не знаю, что это. Total Edge. Короче, кто понимает... О, блин, тут все не по-нашему написано. В общем, вот такая вот. И вот такие вот тоже Шесейдо. Это, по-моему, не знаю, чи консилер, чи шо, не знаю. Наверное, Гарика надо пытать. Короче, две вот такие вот эти. Гарик тоже таким пользуется. Очень классная косметика для мужчин. Обалденная просто. Напишите, может, у кого-то есть такая вот. Видите, Шесейдо Мэн. Токио написано. Такие вот две. Я еще, правда, их не открывал, не смотрел, что это. Но потом попозже открою, посмотрю, что. Я просто их на сторону все поставил, подарочки, еще не открывал. Так. И самый главный подарок. Такий цей пакетик с новой почты. Ой, боже, хоть бы адрес не показать. Короче, вы знаете, что я приезжал в Гарри Куйкери и подарил им пижамы. Ну, это не по приколу было, мне просто понравилось. Я просто, когда с ними общался в телеграме по видео, я видел, что у них тоже есть такая пижамка, поняли? Только такая с капюшоном и таким там, чи единорог, чи шо, чи на второг, я не знаю. В общем, Гарик сказал, что будет обязательно ответка. И ответка, я так понял, что в виде тоже пижамы. Пока у меня пижама тигр. У Гарику я, скорее, подарил Пикачу, а у меня тигр. Не знаю, я никогда такую пижаму не надевал. Я же поэтому и в трусах снимаю, думаю, чтобы сразу надевать пижамку. О, пикаро, классно. О, бомба. Класс. Я сейчас отодвину подальше, чтобы мне было видно в полный рост, потому что, о, так мне не в полный рост видно. Спасибо большое. И сейчас помиряю. Боларин. Я сейчас прям тут и буду мерить, а что я буду. Тут на пуговичках она, почти так же сама, только вот тут, видите, нету у Керри, у Керри в Пикачу, так вот тут еще между ног пуговицы, чтобы ходить в туалет нормально, а тут тоже сзади, видите, такой замочек, чтобы заду можно было, если что, захотел сходить в туалет. Это размер XL. Ну, это правильно, потому что пижама, она должна быть свободная, понимаете, то есть, если бы это была L-ка, боже, как ей вбивать, господи, все надо вот так залазить. Томас, ты мне поможешь ей в дичине? Холенка, первый раз такую пижаму взяла. Ой, это классно, боже, класс, я буду теперь дома в пижаме ходить. Вау, теперь надо вот сюда надеть. тигряночок. О, о, ты можешь видеть, вот сюда, вот сюда, сейчас, класс, сейчас я, ха-ха-ха, футболку сниму, подожди, ой, я еще не готова вам так сала свои показывать, потому что у меня еще не готова фигура, все будет готова, я все сниму, пока я работаю, надеть им на свои фигуры, все надо похудать, там сейчас ходит подкачаться, о, теперь я секси, теперь вам покажу. Кстати, я не знаю, как другие, ой, пупчик, как другие люди, я не брию собі грудь, где пуговичка, о, поняли? Сейчас я в трусах, я считаю, что мужчина должен быть естественной, ну, то есть, там, тут понятно, можно подбрить собі, а тут у меня грудь не побрито, вот так, почти, я уже хорошо похудал, тут могу только вам показать животик, уже сальца такого нема, так, ладно, подождите, буду еще показывать, тут достигнуться, ой, ну, и тут удобно вообще, ха-ха, о, класс, я в шоке, так, знаете, что ракета летит, господи, там нема, а я буду выходить в этом, в костюме тигреночку, хвостик задуше ездить, видно, хвостик сзади, а тут, пачты, тамок сзади, то есть, раз, надо сходить в туалет, ну, это я так думаю, не знаю, может, что не для туалета, вы напишете, вот так, расстегнули, вот тут, сзади, поняли, раз, и тут, сходили собі в туалет, закрыли, раз, ну, 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 тут вообще бомба, ну, она такая свободная, поняли, если бы это была элька, она была бы в обтяжку, наверное, а так прекрасно, томас, ты меня узнаешь, что это, что это, Это я! Это я, тигр! Это я, тигр! Ты меня узнал? Ты узнал? Ты узнал он? Я твой младший брат Зазурчик, Зазурчик Ай! Харький Керрі! Спасибо вам большое! Сейчас я еще пойду вот так с другой стороны снимусь Чтобы было видно у меня в полный рост О, так меня лучше видно в полный рост будет Класс! Ей надо конечно будет погладить Ну а тут вообще свободно, прекрасно Вот в трусах шикарно И сзади классно Балденно Мне нравится, что она свободна Если надо раз, вы себе открыли Тут себе можете открыть Ну в плане, чтобы она дышала вам тут Ну так у меня без футболки прекрасно Мне нравится Тигреночек Блин, люди! Кто напишет, что детство, еще что-то Мы все в душе дети Все в душе дети Мы каждый из нас, мы ребеночки Бачите? Дивите, как классно Чего не походить себе дома в таком костюме? Почему себе отказывать в удовольствии? Без разницы сколько вам лет? 40, 50, 60? Гарик и Керри Привет вам огромный Спасибо, великое Пижама супер Это была такая Ответочка от Гарика Блин, мне нравится Класс Реально А ну можно просить то? Оуу! Тут только, конечно, дырочка Но ничего Класс Я желаю вам всем хорошего дня Хорошего настроения Гарику скорее огромнейший привет Спасибо вам за подарки Еще не обращайте внимание на то, что пишут люди понимаете что они нам просто заведуют заведуют тому, что мы радуемся учитывая, что таке тяжелое нас положение в стране все равно, мы пытаемся хоть как-то радоваться и жить. Спасибо великое вам хорошего дня, всем пока